Я бы сказал, что он бы... Вы же будете в той же кавернике? Ну, нам, честно, нравится. Так, мы что, пойдем дальше без клирика или... Я просто произнесу раны в триквозе и камина и... Его тащат за нами. Мы потащили его пьяным и сделали вид, что он согласен с нами. Можно повалить к мастеру. Мастера слишком в таком виде. Не могу вот так. Так, лежит. Так. Обычно ты как-то так ложишь неровно. Он ложит. От слова «вожает». Пока пошли, ну... Гном ваш пел, там, пел что-нибудь такое развлекал? Гном? Да. А в этой таварне вообще принято так делать? Нет, если принято, то есть какая-то пародия... Того самого пьедестала для выступления, то, конечно же, я... Пародия на пьедестал. Снезайду. Пристигитейшна, создав парочку танцующих эльфиек, пел всякие песенки похабные про эльфов. Про восхваление арка и прочее. Нет, я сразу пел про эльфов, чтобы меня начали слушать, потому что песенки про эльфов очень популярны. Вот, а потом постепенно танцующие эльфики превратились в танцующих арфиков. О, воинственный танец темпоса. С мечом? С топорами. На кобылах. Да. На кобылах это важно. Танцы темпоса на кобылах. Ну, темпос же ездит на двух кобылах. Я понимаю. На двух конях сразу. Сходят слухи, что не только ездит, но и... Срава мужик. Сейчас нельзя взять. Но и покрывает двух коней разом. Так, мужик. Пентапарт на... Спел. Ему должны кидать монеток. Сколько-нибудь. И вот, когда он уже... Спел я, кстати, неплохо. Спел я на 30. Все в восторге. Машу кинуть до 100. Ну, как крутые, богатые, включая-то сами пафсы, наверное, остановились. Слушай, я не буду послевать, если ты про это. Ты меня извини. Если я платил за место в караване, что я буду искать с собой дешевую таверну? Не делай. Я приношу роутрик и прямо возле камина... 98. Ну, вылажу в воздух. 98. 98 золотых и мы накидали. Там были очень... Там очень щедрые пустители были. А он великолепно спел. Да? Очень хорошо. И вот, в итоге, когда он спустился, к нему пришла девочка официантка, которая там бегала. И так, ну, тихо сказала ему, что с ним очень хотел бы поговорить трактирщик. Я такой, я видел их. Возможно. Я видел их. Мертвых. Я вижу мертвых людей. Фокс сделал такое, знаешь, лицо почтенного гражданина мира Фейру. Говорит, вы знаете, я должен поинтересоваться со своим работодателем. Ну, он на самом деле не пойдет. Спрашивал Тиварха, можно ли ему поговорить с трактирщиком. Он просто хочет продемонстрировать, что он такой, знаешь, весь из себя. Как угодно. Пожалуйста, трактирщики, трактирщики. Типа, эй, ах, длюга есть. Хорошо. Я потом подошел к нему. Он тебе предложил дойти в среднюю комнатку, в небольшую, в кухню, в погреб. Я стою перед ним, смотрю ему в глаза и у него возникает. Господи, зачем такие мелочи, давайте пообщаемся так. С удовольствием. Я стою так перед стойкой, попиваю вино. В общем, он в голове так пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Но я не думаю, что он мне будет рассказать, я настолько восхитился тем, как вы переставляете пальцы левой руки по грифу Людни. В общем, он говорит о том, что... Ну, он сейчас спрашивает, что Дарнорио... Что это за великолепный воин и его спутники, про которых вы так много пели? Насколько правдивы или преувеличены эти рассказы? Ну, вы понимаете, я как настоящий парт всегда слегка преуменьшаю все, что я видел и так далее, чтобы не шокировать публику. Но, в целом, все это звучит, я думаю, очень правдиво. И в таком случае у меня вопрос, насколько же заняты ваши уважаемые спутники? Давайте так, вы мне не служите суть дела. Я... Боюсь, я не могу изложить суть дела полностью. Скажем так, ко мне недавно обратился один маг, ну, с просьбой подыскать ему достаточно хороших людей для выполнения одного дела. Хороших людей. Я, разумеется, посоветуюсь со своими друзьями. Вообще, мы направляемся в одно важное место, у нас там назначена встреча. Но я, разумеется, с ними поинтересуюсь. Если они будут согласны, я попытаюсь... И даже если они будут не очень согласны, я попытаюсь их убедить. Ну, в таком случае, если вы согласны, то скажите мне это сегодня и завтра я назову вас встречу. Хорошо. На данном плане. Я вам просто об этом расскажу и всё. То есть я... Как мы это любим. Я хочу Waterdeep. Я не хочу... Я не хочу... Я не хочу... Я тоже хочу Waterdeep. Чем не имею против Waterdeep. Ну, я сразу не очень хотел Waterdeep. Потом я просто нашел, что это один из самых больших городов. Я еще думал, что он просто большой. City of Splendor. Один из самых больших городов. Город чудес. Скупорт. Я должен его посетить. Он просто... Waterdeep это шарм... Файруна. Круче. Вам за стол приходит довольный Фокс. Заказывает всем выпивки. Сколько стоит бутылка дорогого вина? 10-20 золотых. Ну, может быть. Там пару золотых, по-моему, стоит бутылка хорошего. Простого, простого вина. Нет, хорошего. Ну, 10 золотых максимум. Хорошо. Вино, которое огненное, стоит 15. Заказываю арху бутылку огненного вина. Всем остальным просто бутылку вина. Вот. Накрываю поляну. В общем, кучу. Вот. Я думаю, что в 30 золотых я уложусь. Без всяких проблем. Вот. Говорю, что мне тут поступило странное предложение от местного патришечка. Я не берусь решать за вас. Говорю, я смотрю на арха так. Это было бы глупо с моей стороны. Вот. Но фрактивщик говорит, что есть какая-то интересная дельца, связанная с каким-то магом, который ищет компанию приключаться для какого-то важного дела. Я думаю, что мы можем, по крайней мере, встретиться с магом и узнать, для чего он ищет искателей приключений. Если это будет совпадать с нашими планами. Ну, если да. Если нам по дороге. С одной стороны. С другой стороны, может быть, нам уже надо двигаться в сторону Ватердипа. Маг, люди, это он хочет найти артефакты. Это точно. Конечно, мы согласны. Главное, чтобы не мои артефакты говорить, как он Фин Фокс и потирает там свою банданку, свою книжечку, пояс. Твои артефакты. Ты хочешь уничтожить место на карте? Это вот тут вот. Потому что тут где-то Сильвермун. Сильвермун? Сильвермун, да. Вот там, да. Вот. Ну, я нас слушаю. Я вас спрошу. Вы встречаетесь с магом? Я так поняла. Ну, я пока поделился. Маг пафосно залазит. Не-не-не, я пока поделился, вот... Ну, я... Ну, знать просто. Я знаю. Потому что, как минимум, я думаю, нашему магу было бы интересно встретиться с другими магами. Как минимум, полазить в его книжки. Вот. Пикси... Пикси просто не против, да. Ей по большому счету всё равно. Дварф, не знаю. Мотивация Дварфа мне не понятна. Он с вами. Да. Да. Я с вами. Я ещё пользуюсь ситуацией. Подсовываю ноты нашему коллеге Барду. Говорю, попробуй спеть вот эту песенку. Лет читать мне. Наверно. Ну, пойди, да. Просто этих слов Фокс упал. У него инфаркт. Этого миокарда. Слушай, я, наверное, куплю себе парочку бутылочек у Трударка. Вино стоит две золотых... Две золотых... Типа четырехлетние. Даже не покупай, я тебе... Хорошо. Фокс вас угощает. Фокс вас угощает. Я буду теперь это... Определять вещи с шиком. Ну, только, мне кажется, четырехлетней выдержки это маловато. Нам надо брать в какой-нибудь, не знаю, там... Ну, он классно называется. Кровь дракона. Столетней выдержки. Гном его варенье. Настойного на мифриле, там. Кормили... В адамантиновых бочках. Фардрейх есть какой-то. Интересно. У него написано сегодня здесь. Был суплемент небольшой. В общем, ты поняла, что мак возле камина залазит по веревке в пустоту? Это ночью, на ночь. Да. Вы залазите в камин. Два раза дома спят под столом. Я думаю, что... Неужели в комнату они... Не, я вообще не вижу, на самом деле, смысла спать со мной. Мы можем просто снять комнату, если здесь есть комната. А я не хочу снять комнату. Я думаю, что тебе никто не решит в таверне залазить в свой... Мастер... В смысле? А что мне скажут? Чёртово колдовство, они скажут. Давайте сожром этого засраться. Он поклоняется хрен пойми чему и колдует заклинание. На тебя смотрят крайне-крайне неодобрительно, но вспоминают, что сколько мак обещал, если он идёт ему приключиться. Вот видишь? А он тут разменивается на ночь. Приходит Макс, видит такая, висит верёвка. Я же её забираю с него. Нет, ты говоришь, диспэл. Если вы видите какую-нибудь верёвку, у тебя, кстати, на неё диспэл. Подберу. Ты как-то нервничаешь. Странные у тебя мысли какие-то вообще. А что делать с верёвкой? В общем, вы переношали. Вер, план забрать его. С утра вам тортирщик предлагает третий пар. Вечером перед тем, как ложиться спать, Хокс сказал ему, что мои друзья согласны с ним встретиться и обсудить гитар. Хорошо. В общем, с утра, когда Макс с вами проснулся, вас накормили завтра и вам предложили какую-нибудь там девчонку, которая вас проводит к магу. Нам предложили девчонку? Которая проводит вас к магу. Ну, на всех мысотцедоги посмотришь. Нам нужна одна крестьянка. Нет, селянка. Нет, она, к сожалению, не вещанка. И вообще ей лет двенадцать. Одна вещармперсон. И ей лет двенадцать. Но у меня нет вещанки. Энвардж. Господа, это средневековье. Нормально, да? В смысле, с двенадцать уже пойдет, да? Можно без инлардж? И про это? Фу на вас. Нехорошие вы. А можно еще кофе? Ну так уже нельзя пойти дверь просто так проехать. В общем, она вас довела до лавки. Такой достаточно скромненькая, но красивенькая лавка. Красивенькая позолоченная вывеска. Какое название? Какое название у вас может быть? Артефантов. Кость дракона. С позолоченной вывеской кость дракона. с таким красивым стеклянным, ну, дверь со стеклянным окошком, с такая резная, вся хорошенькая, вас туда проводят. Там большое такое помещение, освещенное магическими светильниками, драпировочки, шторки везде, и на таких подушечках бархатных, красиво подсвеченных светильниками, переливаясь всеми гранями своих драгоценных и полдрагоценных камней, красиво отсвеченные, лежат всякие медальончики, артефактики, кинжальчики. У каждого такая небольшая вывеска с подписанным таким красивым ветератым шрифтом, что это. И стоечка, тоже такая красивая, вся резная, украшенная, со шторочкой, вводящая куда-то. И за ней стоит... Это публичный дом, что ли? Нет, это лавка артефактов. Шипастая роза. И за ней стоит такой... Лавка артефактов шипастая роза. Нет, поиск дракона. И за ней стоит такой средний рост, очаровательный, обаятельный, достаточно симпатичный... Колдун! Полуэй. Не, я как-то не был замечен в симпатиях кособлю мужского полу, поэтому никак на него не реагирую. Он в такой, тоже достаточно красивенькой мантии, насыщенно синего цвета, кое-где с серебряным шитьем, с кучей застежек, порядочной мантии и порядочного мага. Знаешь, после того, что я пережил, я смотрю на магов в мантиях, как, ну, немного презрительно. Вот ты сидишь у себя в лавке в мантии, что ты видел? Вот, мифовар, ты видел? Нет, вот не о чем он с тобой говорит. Понимаешь. Нужно подойти, так подходишь, так начинаешь щупать мантию, ищешь заплатки. Если заплаток. Фу, чувак. Ты ходишь в парадной мантии, фу. Это же так мерзко. Это мерзко. В общем, у меня стоит твой бланчинчик. Слушай, а вот тут еще шляпа такая, знаешь, широкополая, такая... Нет, шляпа нет. Шляпа нет. Волосы, светлые волосы чуть ниже плеча. Арка. Стоять, выбор. Немножко заостренные с полуэльпийские ушки, ореховые насыщенные глаза. Чем насыщенные? Сыром. Пешим. Героином. Чувак, это малька будет до колопали. Ну, это эльф, но... И вот так квадробно писают. Полтый. Я не замечаю, я вижу... Смайд. Не знаю, Пикси лично вообще артефакты рассматриваю. Чувак, дай эльфа-то. Эльф тут самое неинтересное. Я сомневаюсь, что там артефакты. Я думаю, там просто магические вещи. Ну, отлично. Только все красиво подсвисано. Если бы мы повернули за угол, зашли в лавку, и там были бы артефакты... Грабить лавки, любить овец, да? В общем, он справится. Нет, я думаю, ты берешь колодок карт, достаешь и... Сначала вычеркнули на тебя. Интересуется, надо ли тебе что-то. В это время подходит девушка, которая вас провожала, описывает ситуацию, что вот партия приключенцев... Что они настолько тупые, что сами не могут представиться. Это, понимаешь, шарамыжники за нас должны представляться. Это ниже нашего достоинства представляться. Мы соизволили прийти. У меня была мысль, так, войти гномом в первую, сказать, Позвольте представить, Лиги Арк, покоритель этих таскнайтов, убийца там... Заходит, становится возле двери, достает трубу... Не-не-не, не трубу, список, начинает зачитывать. А сначала надо... Почтенно... Сначала надо трубу протрубить. Нет, труба это для дилетантов. А потом список. Фанфары. Нет, люди нет. Фанфар, вот, да. В общем, он смотрит на вас. Ну, смотрит выжидательно. А ждать, пока вы представитесь. Девочка просто сказала, что вот, трактирщик прикинул вам. Черт, жаль, что у меня нету ватик Гейза еще. Арк находит в странную ситуацию, он не очень умеет заключать контракты. Мобинатуру скоро получил? Если вы сегодня подерете, то получите. О! Пророческий взгляд. Мотивация. Ну, давайте, давайте кто-нибудь... Нет времени объяснять. Это был убийца. Давайте. Руид Гном. Позовите представиться. Скарантин Фокс Пэнт. Я слышал, что вы ищете... Хорошо, что у нас эхаридематично кто-то... Искатери приключений для некой миссии. Нам товарищик посоветовал к вам обратиться. Возможно, ваши поиски совпадут с нашими интересами. Мы с удовольствием вам поможем. А возможно, ваши поиски совпадут с нашими интересами. А пока он рассказывает, живу за спиной Магу, пытаюсь его оборвать. Подожди! Он стоит за стойкой. Подожди! Да, ну ладно. Если он двигается, чувствуешь на шее мектрильную цепь, а второй конец у Магы в руке в себе! Если он двигается, я бью его постыку по голове. Он же почти неудоб, вроде бы, мечом. И что? Он доминирует над мечом с утра. Он с утра, понимаешь, стоит такой, я проброшу волю, я пробросил волю, я пробросил волю, все! И думаю, рапай, это можно твориться. Нет, его с утра отпустило, и пока он не пробрасывал волю, пока я его не трогаю. В общем, я так, я достал трубку, набил ее табаком, закурил, смотрю на этого полуэфа. Он все вопытно смотрит, ну как ты ударил его по голове посухом. Ну, если он перестал идти... Я двинулся, я кинул по голове посухом, да. Да, да. Пошел дальше? Ты не пошел дальше? Нет, я смело ступился назад. Смело ступил назад? Шаг сделал назад и повернулся. Здравствуйте, бэкстап, он у тебя за спиной уже стоит, и вот за это, мапиры у тебя в сердце. Серебряный меч. Ну, в общем, я набил трубку, закурил, смотрю на полуэфа, спрашиваю, Макс, что ли? Он смотрит на тебя, смотрит на таким же выражением, Макс, что ли? А я бы на его висе смотрел на него, говорю, а вы, суди по всему, колдун? Да. Так, я бы попросил вас тут не курить. Не люблю этот запах. А если мы хотим... Не, не мак. Это превосходный табак, о чем вы говорите? Да, жесткий сыр. Если мы хотим... Ему понравится. Раз мы хотим поговорить о делах, давайте пройдем в другом месте. Это ирония. Пойдите. Хорошо. Это ирония с его стороны. Он сам по себе ирония. Раз мы хотим поговорить о делах, давайте пройдем в другое место. Ну, давайте пройдем. Ну, в общем, он взорен откуда-то, сходим к этому мальчичкам. Что же нужно убивать? Дети, мальчики, что-то происходит. Мы в коры пришли к кисти. Весна! Весна! Старый педофил. Характерный ученик мага, тоже в мате, только менее папусно-симпатичный. Старый за стоечку. А какой у вас практический опыт, уважаемый, вообще? Первым делом начинают делать маги, они подходят к столу, достанут линейки, начинают измерять толщину книги заклинаний. Я достану 4. Ладно, не буду доставать 4, чтобы не смущать. Достану 10. И это все контри-путылифовало. Не, у меня нету контри-путылифовало. Кому не нужно? Что-то по нему интересуешься, это у вас практический опыт? Да, какой у вас практический опыт? Я бы входит в голову, только что он дарахнул за это, и все. Я хочу знать, на кого я работаю. Достаточно больше, дорогой коллега. В какой области вы специализируетесь? Изготовление астефактов. А по школе заклинаний? Если бы я помнила. А вот вдруг он некроман? Он только некроманские астефакты крафт. Вот-вот. А я не могу их использовать. Ну и вдруг кто еще? Тебе-то принципиально. Универсалист, что ли? Ну если он не специализированный визор, тогда... Вроде нет. Никакого, видимо, практически не возила из книжки. Я не переживаю, чтобы вы с ним дрались. Что? Так я не собираюсь с ним драться. Просто интересно. Вот Иша говорила, что я с ним поделюсь, а под ним уровень. Да, даже не говорила с кем. Я вас. Обожаю. А вот они уже подрались. Мы пришли в какое-то место уже. Я вам просто по дороге это спрашиваю. Он нас ведет и стаскивает из его лавки, как он из артефакта. Подожди, подожди, подожди. Что? Я тащу из лавки один из артефакта. Мы это замечаем, нет? А вы здесь перезай, я знаю, что... Ты не вытащишь артефакта. Почему? Форсфилд! С тобой рядом стоит гном, говорит, слушай, там может не надо... Форсфилд, а на нем еще ищет всякого, кто туда тянет. Ну, понимаешь, это не совсем логично. Может быть ночью, когда ты будешь не с нами. Что ты делаешь? Гном! Там в артефакте лежат, вот, подушечка красивая бархана. Нет артефакта, с двух сторон факел, и она еще прикрыта небольшим куполом. Куполом явно магическим. Ты будешь тянуться? Ну, хотя на эту ручку его ударят. Он, он будет. Он сразу попробует лизнуть, если ему не отойдет. А что же я за себя в артефакте вытащить артефакт? Слушай, там... Подожди, 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 подожди. Мы не... Мы идем, если он сзади нас идет и там пытается что-то тащить, мы ничего не сможем сделать. Поэтому пускай тащит. Пускай тащит и... Посмотрим, что будет. Что делать? И смотрит на тебя мальчик-ученик. Хе. Все равно пытаюсь тащить. С помощью артефакта. Что вы делаете? Слэй-то хэнд накидаешься. Протягиваю рапьюру и у тебя... Ну ладно. Он, наверное, нашел в интернете какой-нибудь гайд по паладинам и придумал, как сгенерить классного лофлгудного паладина и хочет умелеть. Ты успеваешь, протянуть до половины. Спас. По чему? По всем. По как обычно, воля 22. А, то есть меч начинает? Да. Нормально. Ну, проклятие. Я уже забыл, что... 20 всего. Ты уже 2? Я 2. А, еще 2. 22. Молодец. Так, вот это что-то ильгорь, так понимаю. Да. 6. Ну мы идем с этим магом. Я с ним беседую о магии... Чего, уродом? Да. Это что-то. Это подожди. Иди со своими спутниками. А, а я... Да-да-да, только... А ученик добрый, типа? А он стоит дальше. У вас футов радиус. Это может быть иллюзия какая-нибудь, раз... Иллюзия у него трогает, а там ученик такой стоит. Ну, на треклятном мече я пошел за ними. Ты пошел за этими? Да. За другими ними. Ты быстро учишься. Ты мне нравишься. Я от тебя избавлюсь, желтый меч. Я наставлю тебя на путь, если нет. А потом меч заставит его сделать самому себе хирургию головного мозга. Когда поймет, что другими способами невозможно его вылечить. В общем, маг доводит... Ну, отходит за ошибочку... Мы встретим паладина 20 уровня, и меч скажет, так, ну-ка, напади на него. Давай, давай, стряпка, убей этого, засрался. Паладин его убивает, забирает себе меч, и меч просто в восторгу. Да, наконец-то! Но он добрый. Он законный, он так не сделает. Так он же злой, хаотично злой он был. У меня есть шанс совершить добро, уничтожить моего злого носителя. Придатка. Но главное, чтобы меч понял, что он еще хуже, чем некроман. Все будет хорошо. В общем, разрезать мне комнатку. Там стол, кресло. Для жертвоприношений. Штук шесть. Пара шкафов с книгами. Шкаф. Про жертвоприношения. Шкаф с выпивкой всякой. После жертвоприношений. Большое окно. Тут такая явная именно гостевая комната. Куда таскают клиентов. Стол такой. На полу следы кровавого куда таскают клиентов. Стол, где с одной стороны сидит Макс, с другой такие вот удобные кресла, но для пустителей. Гном такой сидит, и так, да, вот такой кабинет у меня будет, когда мы приедем в Атерди. В общем, он присаживается за свое место. Я думаю, знаешь, что хотел подостать тряпочку? Присоединить стул, с которым он стал еще грязнее. Пыльная тряпочка из Эндердарда. Надо было мифолог натереть. Он предлагает вам присаживаться. Сам садится. Какое-то кресло подышишь. Арк осматривается так. Я лучше постою. Он садится. Сразу же вскакивает. Вспоминает, что... Сделаю пару затяжек. Вино и прочее. Ставит на стол бокалы. Наливает... Он, точнее, кастует заклинание невидимой слуга. Вода в вино. Они наливают вино. После этого столится. Невидимая пикси прикалывается. Мешает невидимому слуге. Надо еще развлечься как-то. Я думаю, что у тебя... Помты, помты. Используют магию в ненадлежащих целях. Вот когда я буду властелином мира... Таких буду наказывать в первую очередь. Другой коллега, я попросил вас... Я просил вас... Другой коллега, я попросил вас накурить. Я еще не докурил трубку, я не могу остановиться. Потому что понимаете... Это ритуал. Я без этого не смогу колдовать. Я буду не очень уверен в себе. Черт, я же не колдун. Так. Мне сказали, что вы не против... Взяти определенную работу. Не так? Ну, мы бы хотели сразу выяснить детали, говорит Гном. Выходя немножко вперед. Ну, что понимаете, работы бывают пока разные. Я за мою длительную карьеру искателя приучения сталкивался с такими интересными предложениями, от которых следует отказываться еще до того, как они были озвучены. Это я не предлагаю ничего против законного или злого. Хотя это, возможно, может быть опасно. Не знаю, зависит от того... Зависит от ваших способностей. Я думаю, мне необходимо угласить весь список. Все достаточно просто. Как вы поняли, как я уже сказала, я занимаюсь созданием магических предметов. Но делаю это не сам. Тихо, остальных более сильных магов. Нет. Но при этом я не обхожу местную гильдию магов. У них есть достаточно жесткая и не слишком прямая. от меня политика. Я не желаю от них зависеть. Однако их это несколько расстраивает. Раньше это выражалось в более-менее честной конкуренции. Но в последнее время они перешли к границе и... Начали какать нам в кофе. И перешли к откровенному нападению на мои склады. А куда смотрят власти? Да, почему вы не обратились, например? Городская стража у вас, наверное, имеется, нет? В антердипе, например, она есть. Я угостился, так они посоветовали нам, магам, разбираться с собой самостоятельно. Пока это не затрагивает остальных жителей. Да, блин, мы можем подталкивать, кто-нибудь замечательный документ. Ну, такого жаль. Пускай это затронет остальных жителей. Например. Не нам вас учить. Я предпочитаю более спокойный, безопасный способ. Я хотел сказать, вы можете предоставить это в таком свете. Вы имеете в виду, оно затрагивает остальных жителей. Доза ядов, вино или что-то более гуманное. Я имею в виду, что вы просто должны некоторое время охранять мои склады. Просто работа охраны. Если бы у меня были часы, я бы так посмотрел. Потом прикинул, с какой скоростью движется нежить. И подумал. Стоит ли нам оставаться в этом городе на ближайшие пару дней? Если это большой город, то непалечно пойдет в сам город. Будет выждать здесь? В какое-то время, да. Ну, может быть, да. Я, к сожалению...